Все грани самобытности кочевого народа отразил фестиваль тюльпанов. Идея главы Калмыкии Батухасикова проведить фестиваль в течение месяца вовлекла в праздник всех жителей и позволила каждому району раскрыться по-новому. Например, главным отличием фестиваля тюльпанов в Лаганском районе стал Захсенфест. Он проводился впервые и станет традиционным. С самого утра в парке «Мелодия Каспия» было шумно. Здесь прошла театральная постановка, сказка калмыцкой степи, концерт участников художественной самодеятельности Лаганского района и творческие коллективы поселка Лимана Страханской области. По словам в районе министра по строительству, транспортному и дорожному хозяйству Республики Калмыкия Юрия Альзеева, туристический потенциал Лагани высок и будет развиваться дальше. Уверен, что фестиваль тюльпанов уже вошел в число лучших туристических мероприятий в нашей стране. И я думаю однозначно, что жители Лаганского района внесут свой значительный вклад в развитие и инфекционной привлекательности, и туристической привлекательности нашей Республики, Республики Калмыкия. Лагань – жемчужина моря. На протяжении многих десятилетий он славится своими водными биоресурсами. Круглый год сюда едут сотни туристов. В зимнее время развит подлёдный лов. Весной и осенью рыбаки задействованы в Путине, а летом сюда приезжают полюбоваться лотосами. Путем долгих обсуждений в администрации города в рамках фестиваля тюльпанов было принято решение ежегодно проводить рыбный фестиваль. Чтобы была фишка наша, Лаганская, Заксон Фейс. Потому что есть Махан Фейс в Листе, было да и во многих районах нашей Республики. А у нас действительно наш край богат рыбой, богат рыбаками, богат традициями нашими рыбацкими. Многие поколения рыбаков выходили в море, добывали рыбу, чтобы прокормить свою семью, прокормить свою Республику, свой район, свою Россию. Это праздник для всех лаганцев. Потому что мы завершаем, в числе четырех районов Республики завершаем наш фестиваль. Потому что это родина нашего главы Республики Батуха Сергеевича, это символично. Я думаю, что со многих регионов нашей большой России в течение месяца приезжали туристы посмотреть, увидеть красоту нашей степи, увидеть красоту этого нашего тюльпана. Еще раз, чтобы весь мир практически знал о нашей Республике. Несмотря на то, что в Лагане не цветут тюльпаны, местные жители с удовольствием проводят фестиваль. Они рады тому, что в выходной у них есть повод встать с утра и прогуляться всей семьей. Очень приятно смотреть на людей, все люди радуются, счастливы. Это очень отрадно, что во многих районах нашей Республики проводится такое большое масштабное мероприятие. Посмотрите, сколько лаганцев из района собрались сюда. Мы очень рады, что людям доставляет удовольствие быть на таком празднике. Вокруг, конечно, Лагане и тюльпаны не растут так сильно, но зато у нас еще есть лотосы. Так что у нас будет еще фестиваль лотосов. Сейчас у нас все красиво стало, проходит фестиваль тюльпанов, новый парк. Вообще, наши лагане уже начинают маленько расцветать. За лагане наше будущее. Фестиваль тюльпанов – это, конечно, прекрасный праздник. Почему? Потому что сам цветок. Это же такое чудо, Богом данное чудо. Очень-очень рады и горжусь за нашу Калмыкию. То, что привлекаются туристы в нашу Республику, это очень-очень хорошо. Восхищение у жителей вызвало выступление каратистов. По словам тренера, юные спортсмены из Лагани не раз занимали призовые места не только в Республике, но и в Южном федеральном округе. Пока мы здесь выступаем, ребята поехали сейчас на чемпионат России выступать тоже от Республики. Тоже хочу пожелать им хороших поединков и побед. Нас постоянно приглашают сюда. А так, сами видите, уже народу у нас много, постоянно. С каждым годом все больше и больше уже фестиваль у нас разрастается. Уже становится не просто как национальным, а уже в масштабах российского. Кроме этого, фестиваль стал площадкой и для предпринимателей. Ярмарки с товарами местных мастериц, а также из соседних регионов, заинтересовали многих. В течение месяца праздник, посвященный сохранению краснокнижного цветка, прокатился по всем районам. Благодаря чему жители разных уголков нашей страны смогли ощутить гостеприимство калмыцкого народа и почувствовать национальный колорит степного региона. Бэнта Катнанова, Светлана Аджиева, Владимир Цуглинов, информационная программа «День республики», Логанский район.